Здравствуйте, вопрос для видео. Я переехала к мужчине, он мусульманин, а я христианка. Мы скоро распишемся. Из-за этого мой отец запретил всей моей семье и родственникам со мной общаться. И в церкви никто со мной не общается. В Библии есть такой закон? Что? Что, ну, никто с ней не общается. Он мусульманин, она христианка. А при чем здесь в Библии есть такой закон? Нет такого закона, не знаю, не слышала, что так нельзя общаться. Что родители могут не общаться. Ну, может быть, в Ветхом Завете было такое, что с иноплеменными не женились. Весь вопрос, наверное, в том, что не общаются они из-за того, что он мусульманин, другой веры, или из-за того, что она к нему переехала. Они же еще не поженились? Нет, ну, есть очень такие ортодоксальные, посвященные люди. Ортодоксы — это и евреи, да? Вот есть такие, знаешь, посвященные у них отдельные некие... Они живут в таком закрытом обществе. Есть такие же верующие люди, которые не приемлют этих браков. Потому что это как бедвечная битва Измаила и Исаака. Исаак? Да. Исаака и Иакова. Бог Авраама и Исаака. Да. И поэтому... Поэтому тут, конечно, сложный момент. Представляю, как если вся семья верующая, и вдруг узнали, что дочка выходит замуж за мусульманин. Ну что, надеюсь, это был правильный выбор. Иногда так бывает. Даже у мусульман так тоже бывает. Парень идет против всей семьи и женится на женщине, допустим. Ну вот, на христианке. Да, вот, допустим, она сейчас приедет в мусульманскую общину, там тоже еще будет весело. Ну, если там посвященные люди. Если нет, уже такие светские, то будет, может быть, и полегче. Но в любом случае, это верующие все люди. И что там будет, кто его знает. Ну, законов я таких не знаю. Но в любом случае, как я вот живу, да, и мне бы хотелось, чтобы дети мои так жили. Но как будет, я не знаю. Это, конечно, нужно выбирать партнера, спутника жизни максимально с теми же ценностями, как у меня. Ну да? То есть тебе самой будет это комфортно? Да, потому что когда у нас будет разногласия, ну, как бы это грубо ни звучало, да, такая битва богов. Хотя бог один, а понимание бога и поклонение богу разное. И такая некая битва богов начинается. Потом начинается битва ценностей, битва этих всех, допустим, ритуалов, обрядов и вообще там, допустим, культурная битва, да, там девочка с одной культуры, мальчик из другой культуры. Там же еще дети родятся. Очень много там будет, конечно, таких... Либо, ну, тут единственное, что, наверное, где я могу оправдать эту девушку, что она женщина, и женщине свойственно растворяться в мужчине. То есть свойственно реально перенять все то, что есть у мужчины. Но здесь тогда, наверное, она и вынуждена будет перенять все. Ну, а получается, она же... Вопрос про семью, да? То есть с ней никто и в церкви не общается, и вся семья и родственники перестали с ней общаться? Ну да, потому что она перешла как бы на другую территорию. А как? Это цена. Ну, это не будет всегда. Это не будет всегда. Время все расставить на свои места, и, мне кажется, со временем все будет хорошо. Но это всегда очень сложные такие браки. Здесь все время покажет. Ну, если там такая большая любовь, значит, она того стоила. Продолжение следует...